У нас есть специальный человек, который приготовил вам супер-тест. Вот он уже даже ноутбук взял. Для этого теста вам адвится жених, одна невеста и тетя. Один жених, одна невеста и тетя. Ну не то, ради этого, поэтому я буду озвучивать. Люди, если у вас хорошее зрение, вам очень повезло. Мы проверим, насколько хорошо узнаете друг от друга в цифрах. Поэтому мы начнем подсказывать, Марка, подсказывай, можно сказать. И начнем мы подсказывать. Подсказывать, подсказывать, подсказывать. Цифра 39. Вам о чем-нибудь говори? Помогайте жениху. Кто знает, пока не помогает. Кто не знает, кто не знает. Размер обуви. Есть ли положение? Размер обуви. Это правильный ответ. Это микрофон. А микрофон забрали? Можно? Нет. Хорошо. Размер обуви. Правильно. 1991. Правильно. Хочешь обуви? Нет. Просто жених. Нет, это тоже правильный ответ. Отлично. 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 2014 год. Чем этот год значен для Марии? Университет закончился? Тоже. Вы так прекрасно справляетесь? А вот эта цифра вам о чем-нибудь расскажет? Она вот окилась. Такое место. Простите. Нет. Вот. Это самый сложный вопрос. Хорошо подготовиться. Восемнадцатого. А наста манец. Семнадцать. Развисывается. Нет. Семнадцатого все проявил? Так, ну, значит, мы, этот, по-разному, пальцы, да? 17 с половиной. Я ошибаюсь. А это была проверка. Так, теперь вопросы для невесты. Жених прекрасно справился, и можно повторить. Мария, вы готовы? Начинаем. 56. 56. Вес. 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 Так, сначала отвечает невеста, а потом остальное. Правильно. 38. Нет. Возраст нет. Нет. Вес. Вес. Да. Вес. 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 Это 37. Это не возраст. Это возраст через год. Нет, это номер школы вашей. Кто составил мне неправильную информацию? 32. Меня жестоко обманули. Значит, через год вам 38. В 1995. Чем значен год? В школе? Нет. Но если это тоже, то есть в школе. Это класс, нет? Какой класс? В 1995-м приехал. В 1995-м приехал. В 2006-м. Что это значит? А, это... Что класс? Да, правильно. Правильно, что он говорит. Что же это? 42-43. Правильно, вы очень много друг друга знаете. От Денисов, от Денчуков, от Мух. Это... За то, чтобы ни одна цифра больше не стала для жениха с невестой тайной, и они знали друг от други все. Многое вам лето. Без такого усиления богословского с вас и начнем. Адам и Ева. Так, Адам и Ева. Молодец. А я, подождите, я так не буду успевать. Авраам и Сара. У вас библейскую пару. И Аким и Анна. И Сака и Ребекка. Захария и Десавета. Захария и Десавета. Ваша очередь. Авраам и Сара. Так, Абраам и Сара. Так, Иосиф и Мария. Подождите, ваша следует после... Я. Так. Ну, в принципе, ну что, ну сознаемся. Подождите. Ты кого хотел назвать? Это не библейская пара? Ну, ладно. Ну, конфету заслужил, вспомнил, хорошую пару. Библейская пара. У вас кто? Да, да. Давид и Версалия. Давид и Версалия. Давид и Версалия. Отлично. Саламолы и Саламиты. Саламолы и Саламиты. Тут, по-моему, можно сразу две, да, выдавать. Ваша очередь. Ваша очередь. Ваша очередь. Команда невесты. Сдаётесь? Нет. Вот там ещё руку тянут, бегут. А Акилой приспил. Ага. Чего? Ну да, были такие. Можно ещё? Палатки делали. Подождите, их очередь. Ваша очередь. Ваша очередь. Моисея Сепфора. Молодец. Я, говорит, пару дизайн на конфеточку. Ну, кто из вас? Моисея Сепфора. Точно. Сегодня, кстати, их поминали на венчании. Да. Моисея Сепфора. Она и Сапфира. Да, была такая семья. Плохо кончили, но всё-таки. Ну, кто ещё? Батюшки, помогайте, кричат. И Охипа, Сенепа. Считайте. А, нет, подсмотри. И Рудиада. Не, не можно, не можно. И Рудиада. Там ещё батюшка сказал. Поэтому вы можете. Кто ещё кого помнит? Яков. Спасибо. Привет. Абрам и Сара были? Абрам и Сара были? Уже были? Уже были? Давай. Давай. Яков и Рахиль сказали. Вот жених очень. Жених. Марк за свою команду, да? Адам и Ева. Это вообще самое первое сказание. Были? Были? Вот так. Вот там руки тянут. Кто? Приходит муж с работы. В дом не убранной женой. Став пальто, ушанку, воды. Заживел, как заводной. Где ж так ходит она долго? Когда надо, вечно, нет. Я голодный вот с работы и не сваренный обед. В дверь тихонько постучали. Наконец пришла жена. На работе задержали. Тихо молвила она. На работе, на работе. Муж важнее всего работаем. Я тружусь в дизайн-домбеке. В головах кругом идёт. Тяжело вздохнула жена. Тихо к мужу подошла. Помоги пальто не снять, чем раз у него врача. В нашем доме тебе нет прислуг. Папа, ты сама и не ищу. Сняв она пальто поспешно. Стала мужа упрекать. Ты сидишь так долго в дом. Я голодная пришла. От безделья ты страдаешь. Но ты кругом голова. Нет, чтоб ужин приготовить. Да с любовью дверь открыть. Я ведь тоже не служанка. Может, маму пригласить? В доме горы допоздна. Осветило до луна. На столе посуды горы. Пыль гуляет по углам. Что ни шаг, то грязь и хлам. Время всё ушло. На споры. После споров так устали. Спать голодные лебли. Библию совсем забыли. И лежит она в пыли. Вторая квартира. Первый муж пришёл с работы. В квартиру. Не нашедший дома Иру. Куртку он поспешно снял. Место кухни занимал. Я же милая супруга. Я же милая супруга. Что ж так долго не идёт? Без меня не видит. Без неё мне будет туго. Но супруг не пропадёт. Сковородку взял поспешно. На огонь поставил он. Вроде всё идёт успешно. И уверенный. Огонь. Что же дальше? Уж не помню. В рецепте позабыл. Сколько соли. Сколько луку. Вот дома не приложу. Ведь же не на кухне мука. Давай глаз всё положу. Вроде всё идёт как надо. Можно выйти подышать на скамеечке. Присяду. Буду пенку поджигать. Не успел присесть хозяин. Как раздался в кухне свист. Чайник. Чайник закипаляет. Ну дружок ты голосист. Чай готов. А вот и Ира. Здравствуй милая жена. Прокати скорее. В квартиру дай пальтоскому с тебя. Спасибо. Ты чувствовала дорогая. На работе ты была. Моя Ира сказала родная. Ты голодная пришла? Я вот ужин приготовил. Вкусный бой для нас свалил. Всё он это лепетал. Пока Иру раздевал. А на кухне сколько делал. А на кухне дыр другой. Все котлеты подгорели. Пока занят был женой. Ира вдруг залепетала. Что-то, милый, там горит. Она в кухню прибежала. Черный дыр с долбом болит. Что же делать? Подгорели. Это, милый, не беда. Я на кухне. Будет вкусная еда. В доме тихо. Всё спокойно. Заглянув, как на луна. Там колено преклонённо. Освятила двух она. Слово Божье почитали. Вместе с пилитью хвалы. Слава Господу восстали. И спокойно спать не шли. А теперь решите сами. От кого вам взять пример? Когда мы придём с друзьями. Повстречайте. В какой уйти? Молодцы! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Ночи праздник не про нас, редактировать свой рассказ. А невеста какого? Прямо розой расцвела. И жоних у ней серьезный, с породой, но не грозный. Я то просто от того, что он умный у нее. Я слышала, он профессор, ревуцирует компрессор. Человек научный он, в наук точно к чему пьет. Знает физику, но опять, может даже об ее снять. Ой, только мы нам все не почем, все равно мы не поймем, а? Где уж надо того понять, научились хоть читать. Только даже в ентом деле, похором он подарили, мы законы удареньев нарушаем без сомненьев. Даже сам Исаак Метон удареньев чтил закон. Он ударен и ходил, тяготенья он почтил. Наш жоних, как Метон, чтит по совести закон. На работе чтит законы Архимеда и Метона, а повсюду хранит он выше всех хрестов закон. По закону тяготенья и молекулы в движении, наш жених себе сыскал в ентом мире идеал. Вот такой брачный пир он для миру закатил. Новый он закон открыл и любовью почтил. У его невеста есть, шо не можно глаз отлить. И красиво, и свежа, и умна, и хороша. Наша Маша Уземна Тива в сердце Марка Бугариева. Она может хордиолог? Говорят, что рентгенолог. Значит, и кости подсветила, под ребром и пороснём. Божь верь, а Божь не верь, хороший будет тут тандемь. Будет муж теперь бояться, в чём-то Машине создаться. И насквозь его она видеть может без труда. Доча Гош могучий, он ентут лучовой закон. Шо-то мы заговорились. Гости, видно, притомились. Они, видно, нас не знают и за ентом взяваючи. Ну а уважим мы теперь званных свадьбных гостей. А мы гостей всегда любили, их мы вайками кормили. Не веселились, шо есть мочи, мы гостей до тёмной ночи. И сейчас повеселим. А вот, может, усыпим? Тут народу полный зал. Всех жалит, но пир созвал. Не какой-нибудь тут взброд, православный тут народ. Значит, будут пожелания с богословским содержанием. Вас, мудчата, праздравляем. И от всей души желаем, как Адам и Ева жить, только чтобы не грешить. Вино вот, не прибирайся, в согрешениях сознавайся. Шо б до старости, до самой, жить, как Авраам и Сара. Ужидать благословения и наследников рождения. Шо б, как Исаак с Ребекой, хранили вы любовь до века. Шо б и бедность вы хранили, как и Аков Корахили. Шо б жена боялась мужа и варила вкусные уши. Шо б муж жену любил, её тяга не носила. Шо б деду было много в браке послано от Бога. Шо б гости к вам ходили, во шо б просто ухвалили. И еще вам напослед мы желаем много лет. Много лета, много лета, много лета. Ай, шо мы тут перепись хотим сделать населению. Мнучка-то, мнучка-то у нас сегодня всю ночь рисовала. Рисовала дерево, говорит, а листья будут, говорит, сами гости рисовать. А заодно подпишутся, кто на свадьбе был. Шо бы через год, так сказать, у всех пришли вас проздравить. Мнученька, дучка, мнученька, принеси. Всю ночь рисовала, ой. Рукодельница она у нас, она? Ага. Говорят, нынче закончила этот, как его, факультет-то такой, где рисуют. Архитекта. Вот, вот этот, архитект. Тома рисует. Тома рисует. Какой дома дерево нарисовала, говоришь? Там же совы живут в дереве, это дом для сов. Вот. Сейчас она тут нам все объяснит, а мы пошли с тобой. Наш, нас еще, нам еще покос надо. Ждем покос. Пошли. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Где внучка-то? Где внучка-то? Где внучка-то? Здравствуйте, дорогие Маркинки! Дорогие Маркинки! АПЛОДИСМЕНТЫ Хотел начать поздравление со слов известного нам человека. Люблю тебя, Петра Творения. Кто там про тебя? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Так, ну, если ты серьезный... АПЛОДИСМЕНТЫ Тоже смешно, да? АПЛОДИСМЕНТЫ Семейного опыта у меня еще не так много. АПЛОДИСМЕНТЫ Но когда была у меня свадьба, и много чего запомнилось. И вот одно запомнилось. АПЛОДИСМЕНТЫ Матушка, значит, одного батюшки сказала нам, говорит, да не зайдет солнце во дневе вашем. Вот. То есть, ну, жизнь будет идти, будут моменты какие-то, там, там, операция друг другу. Он очень хороший наказ. Вот. И я думаю, если вы его, даже его будете исполнять, то будет вам тоже благословение и счастье. Так, значит, ну, начну с подарков. Да. Подарков у меня много. Те, кто не смог приехать, в том числе приезжали со мной. Значит, это от родителей. В общем, тоже. На квартиру по всей этой части. Да. Значит, это от тети Линочки Шатериной. Вам тоже подарок. Все желают Божию благословения и самых наилучших подправлений. Это от семьи Бауров, от Севастяны и Марии. Севастяны и Марии. Севастяны. Вот. Последние. Так. Молодежные, не как современное слово. Говорят, когда будете притираться, будут там какие-то вопросы. Париться там, да. Я хотел подарить некоторые вещи, чтобы вы парились только вот в одной ситуации. То есть в жизни. В общем, это тебе, Марии. Это тебе, Марии. Это тебе, Марии. Вот. Ну, и я как бы за делом на будущее. Вот тут тоже маленький. Один маленький, да? Да. Ну, это пока. Да. Остальное приедешь вместе, да. Продолжим. Значит, открыточка. Тоже я. Без супруг, без детей. Значит, от нас поздравления. С фотографиями с вениками. Да. Нет, просто. В общем, самые нормальные. Игорь, сфотографируй. С вениками. Так. Сможешь? Там подарили на окна, там, на что-то на двери. Вот. Ну, это просто на булку, там, чтобы быть материалом. Так, держи. Туда укладывай. Ну, сейчас все. Речь уйдет. Не успел, да? Ладно. В общем, ну, наилучшие поздравления. Все присоединяемся. Ты молодец. Я думаю, что, что ты сделал родственниками, значит, нас теперь, вот, с семьей Барадаш. Вот. А, блин. Теперь-то потеряем несколько родственников. Увеличил. Да, 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 да. Теперь там будет возможность уже, там, раз, там, зерно там, как-то протекло. А, блин. 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 Ваку, вакуум микрофор. Вакуум микрофор порезает. Нет, а микрофона не приехали. Вот. Вот. Спасибо тебе, Алексей, за стандартное такое стандартное управление. Это отопление. Это означает, что я тебя прошу, если хочешь, поздравляйте. Спасибо. 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 На краю деревни стоит одна из душка, а живут в ней старик со старушкой. Много лет прожили мужам душу, муж все для жены, а жена для мужа. Только под старость стал старик мудрить, решил своим умом цвет покорить. То речи заумные сказывать станет, то книжки ученые целыми днями листает. Хозяйство забросил. Запор затупил, запор покосился, сарай опустел. Не знала старуха, как со старых добыт, ну как же с таким-то мудрилой жить? И вот один раз она говорит. Вань, да Вань, ну пошел бы забор починил, ну совсем ведь на землю упал. Коровы забредут, все в огороде потопчут. А чего ты взяла старая? Что именно я должен починить, а? Да как? Да как, кто же, Граня, тебя такую работу справит? В нем что мне прикажешь? А почему я принял? Ну старик, что это ты муришь у меня? Да это вообще не женская работа топором думала помахать. Да ты же совсем ум потерял. Так я-то ум потерял. Ну сколько ж ты, ну коль ты же такая умная. Давай поглянем. Кто из нас умеет ответить мне о поводу? Начнем друг другу пословицы сказывать. Кто первый смолкнет, тому забор починять. Вот так. Ты чё такую думал, старый? Какие такие пословицы? А то мое последнее слово. Ну что ж ты поделок, пословицы-то пословицы. На третий день пудру старик говорит. Ну что ж, пожалуй, начнем. Вот моя первая пословица. Могу денег подарить, что на воду пустить. А старый, в гроб смотрит, а деньги копит. Может в воздух не повезет. То, что жена в руковом раскресет. Видит старуха, что если дальше пословицы о деньгах сказывать, то не минуя моей запорчений. Тогда она говорит. Ну уж без жены. Что гусь без воды? Ну уж трому строитель. Не суеты, а гонитель. Ой, бывали у вороны большие хорумы. А на Никола нет. Тут старик не выдержал. Ну где это, ворона? Что ж ты столько лет с такой вороной под одной крышей-то пожила? Ну что мила, пацаны, ты не скинешь. А-а-а. А ты никак сглосить не можешь. А зачем одевала? Ой, чё ж я говорю. Зачем замуж ты за меня в ухо пошла? Любовь зла полюбишь и город. Где тут совсем я расскажу. А как глянул в открытое окно, увидел, что на улице толпа зевак собралась, решил тогда свою строптивую жену при всемчестном народе на место поставить. Ух, голова. А жена Шерри куда захочет, туда их повернул. Какой тут смех за окном поднялся. А столик закрываясь, там не крикнул. Больше женой хранятся, чужой не бежися. С глупой речью сидим он за печью. Тут дед как закричит на всю хату. Лучше один раз подраться, чем бег ссориться. Ну, дед взошёлся-то. Ах, того и гряди кочелку схватит. При всемчестном народе-то подерёмся на старости лет. Тот гнев отбывает, кто гнев свое доливает. Растерялся столик. Ни одной пословицы вспомнить не может. И тут глаз синело. Кто кого любит, тот домой смужится. Кто любит, тот не подоргает. Загрустил старик. Все пословицы из головы вылетели. А старуха тут и говорит. Ваня, Ваня. Ничья, тебе придётся всё в злобом вычинять. Да ты, поскоро мне от тебя с такой работы-то справится. Ух, сука, ты мой яс. Причула в старику за ум взяться, налаживать хозяйство запущенное. Пришлось отложить книжку учёное. Не удалось ему мадрецом среди народу просить? Эй, глядь, всё ж не те книжки мне попадались. Всё это старое меня прошло. И как это тебе удалось? Да мудрый жена устроит дом свой. А глупый разрушит его своими руками. От высокомерия происходит раздор. А вот у советующихся мудрость. А кто этого не знает, во тьме незнания облуждают. Желаю, чтоб много лет прожили душа в душу, как мы. То я ему в душу. Чтоб мы всё для жены. Ну, жена для мужа. Аплодисменты. 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 Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Аплодисменты. 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 Игорь Негода. Игорь Негода. Аплодисменты. Поздравляем вас в сочетании с начала семейной жизни. Желаю мира, добра, счастья. Прекрасный мир на свете пары, Улыбки близких, нежный вальс, Звенит хрусталь, труда фанфары, И все любуются на вас. Пусть детским смехом и уютом Скорее наполнится ваш дом, И больше с каждой минутой Реклама и счастье будет мне. Это на частичку на стену. Спасибо. Дорогие друзья, здесь группа гостей Приготовила музыкальное поздравление И просит всех, кто знает эту песню, подпевать. Сейчас тут часть первая, настройка, А потом песня. И еще раз. У нас только день уходят земли, День и кровь, на своем дне, Этот день мы можем где-то добить. Мы имеем в виду новых законов, И, конечно же, обязанности. Но чтобы не было проблем, то, что будет выполнять, лучше всего распределиться ранее. Василиса расскажет уходы вашего конкурса. Да, я попрошу вас сдать. И разверните, пожалуйста, в другую сторону. Стульчики. Забы будете показывать. Я буду на установке обязанностей, и вы должны выбрать, кто их будет выполнять. Если вы думаете, что это обязанностей, вы должны выбрать именно вы, и вы показываете на себя. Видно? А если вы считаете, что должен с работой, вы показываете на... Марку, он в полоборота. Поставьте. Нет, нет, нет. Говорите, что не надо, просто показывай. И подсказывай друг другу. Итак, подметать пол будет... Понятно. В гости ходить будет... Сумки с базаром будет носить. Дети, в общем, вставать будет. Пол мыть будет. Плачать везёк. Стирать. Машинку. Поливать цветы. Да. И... Деньги тратить. Готовить. Зарабатывать деньги. Глава семьи будет... Убирать. Оплачивать человека. Ремонт. Принимать костей. Мусор выносить. Водить машину. Отдыхать. Вместе будет. Детей садить. Кто вызывает? Садик. Ну, понятно, всё. Ладно, сошли и затем будет заниматься. Какая эта песня? Такая эта песня? Я буду руководить всем этим. Пархали. Пархали. Моя. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок